Обязанность сдачи нулевых деклараций при отсутствии деятельности прописана в налоговом законодательстве и подтверждена Конституционным судом. Какую нулевую отчетность должны предоставить бизнесмены на УСН? Как сдать такую отчетность? Нулевой отчет по УСН сдают налоговая инспекция по месту регистрации. Для предпринимателей это налоговая инспекция по месту жительства, а для компании налоговая по адресу регистрации юридического лица. Нулевую декларацию по УСН сдают и денежный в год. Налоговая декларация предоставляется по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Организация не позднее 31 марта года следующего за истекшим налоговым периодом. Индивидуальные предприниматели не позднее 30 апреля следующего года. Но из общего правила есть исключения. В некоторых ситуациях декларацию нужно сдать раз в квартал. Например, если компания начала и завершила деятельность в одном квартале. В случае ликвидации ООО, закрытия ИП, декларацию по УСН сдают не позднее 25 числа следующего месяца после даты уведомления об этом налоговых органов. Как подать в налоговую инспекцию декларацию по УСН? Декларацию можно сдать на бумаге при личном посещении инспекции, либо направив по почте заказным письмом с описью вложения и квитанция об отправке. В электронном виде через сайт ФНС с заверением квалифицированной ЭЦП. В электронном формате с помощью специализированных операторов с заверением квалифицированной ЭЦП. За 2020 год срок предоставления бухгалтерской отчетности не позднее 31 марта 2021 года. Как правило, нулевая бухгалтерская отчетность сдается по упрощенным формам, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. На практике может возникнуть ситуация, когда наступил срок сдати отчетности, а программного обеспечения у компании нет. Можно ли сдавать отчетность без штрих-кодек? Да, можно. Штраф за несдачу декларации по УСН – 1000 рублей для ИП и компании. Кроме того, непредоставление декларации грозит блокировкой счета по истечении 10 рабочих дней со дня срока подачи декларации или расчета. Если не сдана бухгалтерская отчетность, то придется заплатить 200 рублей за каждый не сданный документ. Если вам нужно сдать нулевую отчетность или вести бухучет в полном объеме, смело обращайтесь в компанию Роско. Мы работаем с иностранными и отечественными компаниями с 2004 года. Все контактные данные вы можете найти на нашем сайте или написать нам в комментарии к этому видео. Роско. Доверь свой бизнес профессионалам. Книга учета доходов и расходов не сдается в налоговую инспекцию. Ее нужно предоставить только по требованию налоговиков. Сведения о среднесписочной численности сдаются раз в год, не позднее 20 января года следующего за отчетом. Должен ли бизнес предоставлять ту или иную статистическую форму, если в предоставляемом периоде были нулевые показатели? Согласно разъяснениям Росстата, отчетность статистикам предоставляется только при наличии наблюдаемого события. Переводя на простой русский, нулевые отчеты в статистику сдавать не нужно. И это еще не весь перечень. В следующем видео мы поговорим о нулевой отчетности в соцстрах, пенсионный фонд, без него никуда, а также формах 2 и 6 НДФЛ. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обновления. Будь в курсе, будь с Роско.